The Emperor has been expecting you. Так вот, этот незадачливый офицер, капитан корабельной артиллерии, был введен Джорджем Лукасом в фильм ради того, чтобы сюжет не остановился на уничтожении капсулы с дроидами и повстанцы смогли заполучить планы Звезды Смерти. Вообще, конечно, совершенно непонятно, как настолько бестолковый Камадуси вообще смог попасть на борт к Дарту Вейдеру, но в жизни бывает всякое. Что же, видимо, у этого парня были очень влиятельные, ну или как минимум сильно богатые родственники. Так или иначе, чтобы еще сильнее подогреть ассорту ситуацию и добавить немного комичности, те, кто разрабатывал этого персонажа, а возможно и сам Джордж, решили дать ему простое и незадачливое имя – Болван. Ну или с немного американизированным произношением – Болван. Да, причем это имя было вовсе не на английском, а именно на русском. Видимо, создатели решили оставить пасхалку для русскоговорящих потомков. Ни о прошлом, ни о будущем этого персонажа неизвестно практически ничего. Мы не знаем ни о планете, ни о времени его рождения. В новом кануне есть лишь намеки на то, что мистер Болван был местным Дон Джуаном и был не прочь пофлиртовать, а то и вовсе провести ночь с местными офицерами женского пола где-нибудь прямо на полу оружейного отделения, любуясь на звезды и, возможно, показывая девушкам, как он стреляет из своего орудия. Наверное, до этих целей он и экономил боеприпасы. Иначе как объяснить то, что он не подстрелил спасательную капсулу? Впрочем, нам известно и о менее нежных, куда более жестоких сторонах его личности. Согласно информации старого канона, за 7 лет до битвы заявен, офицер Болван засветился во время знаменитой ужасающей эпидемии на планете Фоллинг, которая подвергла риску вымирания целой расы. Как нам известно, микроорганизмы, ставшие причиной смертельной пандемии, были выведены имперскими учеными и вырвались за пределы местной лаборатории вследствие утечки биологических материалов. Микроорганизмы, прозванные бактериями-платоедами, начали быстро распространяться по планете и вызывали ужасные мучения у местных аборигенов, высокоразвитой, но так уязвимой к болезням расы Фоллингсов. Несмотря на то, что эпидемию в целом можно было ликвидировать путем простого карантина, имперским командованием в лице Дарта Вейдера было решено провести бомбардировку сдраженных районов огнем выстрелов из турболазерных батарей. Бомбардировки были точечными, и в результате из всего огромного населения планеты смерти подверглись лишь около 200 тысяч граждан, что, конечно же, безусловно, было большой трагедией, но помогло спасти другие жизни. В огне турболазерных выстрелов, естественно, погибли не только больные Фоллингсы, но и многие здоровые, включая семью самого принца Шизара, или принца Ксизара, что, кстати, заставило вышеупомянутого криминального босса ненавидеть Дарта Вейдера всеми фибрами своей души. Капитан Болван, мы нисколько не сомневаемся, очень наслаждался своей должностью планетарного палача и с радостью командовал наведением орудий звездного разрушителя. Но это то, что случилось на практике, а в его мечтах все было еще более жестоко. В тот момент офицер и вовсе предложил Вейдеру запустить на Фоллина еще одну порцию, но теперь уже другого, более опасного вируса, способного уничтожить сразу все население планеты. И очень хорошо, что даже у такого темного лорда ситхов, как Вейдер, хватило совести не слушать мистера Болвана. Хотя, может, и Дарт Вейдер специально взял к себе на службу этого жестокого, но глуповатого человека, как местного шута и клоуна? Вполне может быть. Так или иначе, после этих событий Болван служил Темному Лорду еще долгие годы, если тот, конечно, не задушил его за любвеобильность. Ну а на этом и заканчивается история этого простодушного, но столь жестокого человека, мистера Болвана, капитана артиллеристов и управляющего орудийными батареями одного из первых флагманов самого Дарта Вейдера. Каким бы комичным этот персонаж ни был, я считаю, что и он может служить хорошим примером того, каким и хороший офицер не должен быть. А его мысли по поводу уничтожения населения целой планеты всерьез заставляют задуматься о том, какое психологическое воздействие на человека способно осуществить жизнь в условиях военного положения. Что ж, очередное напоминание об ужасах войны, которых так много во вселенной «Звездных войн». Ну а на этой немного философской ноте наше сегодняшнее видео подходит к своему логическому завершению. Большое вам спасибо за просмотр, друзья! Если вы еще не подписаны на наш канал, то подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы увидеть новые интереснейшие видео по «Звездным войнам». А также не забудьте поставить лайк, ведь от этого зависит развитие нашего с вами сообщества, а также улучшение качества видео и рост частоты их выпуска. Спасибо за просмотр, и да пребудет с вами сила! Всегда!